Я буду говорить о своем понимании Лакана, да, а не о лакановском понимании самого себя. На самом деле Лакан говорил о принципе наслаждения другого. Он говорил о том, что подавляющее большинство людей не получает того, что мы называем именно словом наслаждение на разных языках народа. Мир. Но почти всякий человек думает, что кто-то другой это наслаждение получает. Лакан пытался объяснить. Мы все время находим какие-то источники наслаждения. Неважно, это алкоголь, женщины, мужчины, наркотики. И мы втайне считаем, что вот у другого эта способность к наслаждению сексом есть. Именно к наслаждению. К такому предельному наслаждению. Окончательному наслаждению. На самом деле, собственно, да, вот об этом же в сущности фильм очень увлекающегося Лаканом Ларса фон Триера. Нимфоманка. Ну, кто видел, очень советую. Вот, кто видел, тот знает, что это фильм о том, как она потеряла оргазм. И бегает в поисках того, как бы его найти вновь, этот самый оргазм. Конечно, ну, в общем, там в фильме оргазма она не потеряла. Но она потеряла то самое лакановское предельное наслаждение. Ну, вот эту способность экстаза, да, раствориться в сексе, погрузиться в него, сделать из него некоторую сверхценность. В этом одна из главных бед человеческих. Он считает, что человек, что наслаждение есть у кого-то другого, а у меня нет. Как правило, он скрывает Таид.